Район Шалакына ежегодно покидают более полутысячи человек. В основном отток населения наблюдается в следующих сельских округах – Юбилейном, Сухарабовском, Афанасьевском и Аютасском. В последние за три года покинули более ста человек. Сейчас живут около двух тысяч. Причина в уровне жизни. Средняя зарплата по округу около 70 тысяч тенге, в то у Трансагроинвест и того меньше – 47 тысяч, при том, что это базовое предприятие в селе Ибраево. После договоренности директора с Акимом района оклады сотрудников решили увеличить вдвое – в среднем до 80 тысяч. Но в свою очередь компания просит господдержку – увеличить субсидии на свеклу. В Джамбульской области на тонну сахарной свеклы платят 10 тысяч тонн, в Алматинской – 9 тысяч тонн, а в нашей области у нас всего 5 тысяч тенге на тонну, хотя мы находимся намного дальше от перерабатывающих заводов. Аким области идею поддержал и отметил. В этом году предприятие уже получило господдержку на 14,5 миллионов тенге. Компания строит сахарный завод. Среди тех, кто экономит на зарплатах сотрудников – ТОО ТНС-2020. По 55 тысяч тенге в среднем получают 324 работника. При этом от государства компания получила в прошлом году больше полумиллиарда тенге субсидий. Но руководство ТОО не увеличило количество рабочих мест, а наоборот сократило 40 человек. Землю компания получила 5 лет назад, выиграв конкурс. В конкурсной заявке у них там много чего обещали. Урожайность обещали 20-25 центнеров с гектара. По голове в несколько тысяч голов КРС, высокие зарплаты, высокие налоги. Я это все изучил. Но по голове у них сейчас где-то 60-70 всего. С учетом того, что ТНС у нас там 40 тысяч гектаров. Создание полутора тысяч рабочих мест были указаны в конкурсной заявке. Однако обещания не выполнены. И это основание для расторжения договора аренды. Работа ТОО ТНС-2020 оценивается как неудовлетворительная. А вот положительный пример – крестьянское хозяйство «Стимул». В среднем работники получают более 90 тысяч тенге. И на полях порядок. Урожай пшеницы – 27 центнеров с гектара. Масличные культуры тоже принесли значительный доход. По 20 центнеров с гектара убрали в КХ «Стимул». Это в два раза больше, чем у соседей. Аграриев поддержало государство. В этом году компания получила 83 миллиона тенге субсидий. По примеру «Стимула» шалаканским сельхозпредприятиям нужно увеличивать пассивы масличных культур и повысить зарплаты сотрудников. Плохая погода – это не оправдание такой же работы. Сегодня даже при урожайности 10 центнеров с гектара и при цене 115 тысяч тенге, это практически однозначно, что мы получаем 30 центнеров пшеницы. Зима по прогнозам долгосрочным ожидается суровой. А если суровая зима, морозная, значит лето какое бывает сухое. Поэтому мы должны максимально сейчас сделать снегозадержание, весной влагозарядку максимально сделать, сейчас сделать зель. ТО «Гермес Агро» – еще один пример социальной ответственности бизнеса. В селе «Эмерген» предприниматель Сергей Окунев построил 4 дома для своих сотрудников, заложил фундаменты еще 5. Самое главное условие – это стаж работы. Чем больше стаж работы, тем вероятнее человек претендует на новое жилье, независимо от того, кто он по специальности, будь то животновод, строитель, механизатор или просто разнорабочий. Стараемся оказывать поддержку школе, освещение по населенному пункту провели. Семья Торбуновых не верит в свое счастье. В этот построенный дом с евроремонтом они заехали пару дней назад. В ТО «Гермес Агро» Ирина работает поваром, Денис – разнорабочим. Сильно помогают нам. Помогли хозяйству купить новый дом. Зарплату платят хорошо. Отношения хорошие к нам. 1090-1095 в месяц выходит. В прошлом году в селе «Эмерген» создали свой СПК. Закупают молоко в шести селах по самой высокой цене в районе – 85 тенге за литр. Ежедневная выручка выходит около 80 тысяч тенге. Благодаря кооперации купили технику на 33 миллиона тенге. Приобрели молоковоз, второй танкер поставили, кормозагодовительная техника была также закуплена через фонд финансовой поддержки, через агрокредитную корпорацию. То есть прокредитовались, все это запустили. Сейчас в данный момент составляет полторы тонны закуп молока. Купили дорогостоящую технику и в ТО «Степно-2020» – 10 комбайнов «Джунгдир» на 1,6 миллиарда тенге. А у зарплаты работников остается невысокой. В среднем здесь получают 48 тысяч тенге. На хозяйство трудятся 137 жителей юбилейного сельского округа. А ведь зарплата сотрудников – одна из причин, по которой бизнесменам отдают предпочтение при выделении госземель. 400 миллионов государство вам дает, а возвращает только 10 миллионов. Вот такая экономика. И вы умудряетесь платить людям 48 тысяч тенге. В прошлом году это было 46 тысяч, в этом году 48 тысяч. Это что за издевательство? Я просто других слов не подбираю. Как можно издеваться? И вы удивляетесь, что не можете найти доверку. КРС 63 головы держите. 27 тысяч гектаров. С теми сельхозтоваропроизводителями, которые не захотят улучшать показатели и заботиться о населении, договор аренды земли будут расторгать. А пока у компаний есть время исправиться. Кроме того, в районе Шалакына будут разрабатывать план финансового оздоровления отстающих предприятий. Ольга Файзулина, Михаил Казначеев. Новости АПК. Продкорпорация объявила закупочные цены на зерно нового урожая. Пока только на ячмень. Этой осенью она значительно выше, чем в прошлые годы. 41 тысяча за одну тонну. Первый раз, наверное, такая цена уже, которая сравнялась с пшеницей. Еще уборка не закончилась, поэтому многие сельхозтоваропроизводители еще не завезли на лево-трак. План закупа ячменя в коммерческие ресурсы нацкомпании – 100 тысяч тонн. Он выполнен на треть. Хозяйство региона продали 30 тысяч тонн. Самые активные – жумабаевцы. Злаковые у аграриев принимают во всех районах области линейные элеваторы. Зерно должно соответствовать определенным параметрам. Кликовины на не менее 23, вот как всегда мы покупаем. В этом году разные кликовины. Пятый класс будем тоже закупать. Их мало, но есть пятый класс, надо закупать. Есть четвертый класс, есть третий класс. У нас задача сейчас объявиться по третьему классу. Должны запасы для государства держать. Почем нацкомпания будет покупать пшеницу, пока неизвестно. А вот масочные культуры аграрии могут выгодно продать по 80-85 тысяч тенге за тонну. Бобовые – по 90 тысяч. Однако североказахстанцев эта цена, похоже, не устраивает. Предложений по сдаче урожая в проткорпорацию от аграриев нет. Женслут Астемирова, Ксения Куценко, Новости АПК. Идеи, предложенные на Экспо-2017, реализует ТО «Агрофирма Мамлюцкая». Они третий год меняют отопительную систему в учебных заведениях округа. С июня за счет компании новую котельную строят в Дубровинской сельской школе. Само здание было возведено в 1965 году. Все это время его обогревают с помощью угля и дров. Скоро будут отапливать на соломе. Они предоставляют своих специалистов подготовленные кадры, которые будут заниматься именно этими котлами, установкой. Все работы, профилактические работы. И также их мастера будут отапливать, заниматься отопкой. Раньше за отопительный сезон школа расходовала около 425 тонн угля и 30 кубов дров. А это в среднем 5 миллионов тенге. Теперь у районного бюджета будет большая экономия. То агрофирма Мамлюцкая обеспечит учебное заведение биотопливом бесплатно. Работать котел будет на льняной соломе. За сутки надо сжечь минимум 6 тюков. Самый сильный мороз – 16. На сезон рассчитано 1200. Немного меньше хозяйство заготовила для Михайловской школы. Там тоже сделали выбор в пользу альтернативного источника тепловой энергии. 96% КПД. Так что намного лучше и угля, и отходов меньше, и экологически чистое топливо. Так что вот так вот. И убираем всю солому, которую у нас, льна сеем, помного уже. Убираем эту солому с полей. Не сжигаем просто так, а ее превращаем в топливо для школ, для своих нужд. В самом хозяйстве уже второй год обогреваются на соломе. Топят столовую, гостиницу, весовую на хлебоприемном пункте. А этой зимой еще и машино-тракторную мастерскую. Новая котельная позволит работать там круглый год. На биотопливе здесь и сушилка сельхозпредприятия. Вес одного тюка соломы около 250 килограмм. Таких на сезон морозов и холодов. Турограф фирма Мамлюцка заготовила около 10 тысяч. Этого хватит, чтобы отопить две сельские школы и несколько объектов самого хозяйства. И это только в Мамлюцком районе. Самый первый котел на биотопливе хозяйство установило в Якорской средней школе Казалжарского района. Там на соломе отапливаются уже третий сезон. А в прошлом году за счет средств предприятия современные котельные появились в учебных заведениях Петерфельда и Соколовки. Женслут Астемирова, Новости АПК. В Минсельхозе Республики Казахстан отметили высокое качество собранного в этом году урожая зерновых. Каждый год в республике на осенние полевые работы выделяется 60 миллиардов тенге. В прошлом году эти средства выдавались аграриям под 10%, а в текущем году под 6. Улучшилось качество семян, выросло количество используемых удобрений. Если в прошлом году аграрии страны внесли в Польшу 260 тысяч тонн, то в текущем году этот показатель увеличился в полтора раза. Это все повлияло на качество зерновых. По данным регионов, почти 80% собранного урожая третьего класса. Аграрии получат удешевленные кредиты на покупку навесного и прицепного оборудования. По программе «Агротехника» товаропроизводители смогут приобрести пресс-подборщики, кормозаготовительное и оборудование для животноводческих хозяйств. Удешевленные кредиты будут выдаваться под 5,5% через кредитные товарищества и лизинговые компании. Сегодня в Казахстане работает более 180 кредитных товариществ, которые в этом году выдали займов на 4 миллиарда тенге для приобретения сельхозтехники. Агрокорпорация финансирует с прошлого года и лизинговые компании, которых в республике насчитывается 8. На реализацию программы «Агротехника» выделяется 5 миллиардов тенге. Срок кредитования до 60 месяцев, с льготным периодом по погашению основного долга и процентов до 12 месяцев. Сумма финансирования от миллиона тенге до 25% от собственного капитала корпорации. Казахстанская соль отправится в Иран, Китай, Арабские Эмираты. За последние 4 года на заводе «Аралтус» обновили оборудование и технологии. Благодаря такому перевооружению мощности завода выросли в 5 раз, а линейка выпускаемой продукции теперь включает 20 видов наименований. 3 года назад ассортимент компаний пополнился кормовой солью в брикетах. Сегодня технологии работают над повышением качества выпускаемой продукции. На заводе намерены расширять рынки сбыта. Ливинная доля 60% солепродуктов экспортируется в Россию. Еще 5% в Кыргызстан. Большой спрос на соль «Аралтус» и в Казахстане. В этом году намерены увеличить объемы производства до 370 тысяч тонн. Планируется выйти с казахстанской солью на рынки Ирана, Китая, Арабских Эмиратов. В Казахстане сайгаков пометят ошейниками спутникового слежения. Основная цель телеметрии – изучение передвижения сайгаков, а также усиление эффективности охраны и планирование развития сети особо охраняемых природных территорий. В течение месяца Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия при поддержке Каспийского трубопроводного консерциума будет проводить отлов и спутниковое мечение сайгаков уральской и усть-тюркской популяций на территории Актюбинской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей. Помимо установки спутниковых ошейников, у животных будут взяты пробы крови для продолжения работ по изучению болезней сайгаков. Спутниковое мечение в Казахстане ведется с 2009 года. За это время было установлено 117 передатчиков во всех трех популяциях. На сегодняшний день поступают сигналы из шести ошейников. Редактор субтитров А.Семкин